Всем доброго времени суток снова, и это продолжение Бестов 2 серии Айджи Виталити и Вичи Геймин. И здесь уже в пике так-то успели сделаться большей частью Джакира, Дарксира, Спирит и Фейслос Войда для команды Вичи Геймин, а Айджи Виталити взяли себе уже Фантом Ассасин, Магнус Скипперов Делайт и Нейчус Профит. Выборы, мы видим, кардинально изменились, хотя Вичи в этот раз решили забрать себе Фейслос Войда. Под него есть уже некоторое количество способностей, по сути, каждый персонаж ему может что-то предложить. Но здесь больше, наверное, интересна именно связка с Дарксиром и его вакуумом, который, кстати, начал все-таки появляться периодически на просцене, не самый такой типичный персонаж для нее в последнее время, в прошлом патче и вовсе был под конец окончательно забыт. И будем ожидать теперь какого-то героя на мид позицию, и здесь должно быть, скорее всего, какой-то либо прокастер, либо Сэмми Кэрри на эту линию. Ну, точно так же, как в прошлый раз был ОД, здесь он мог также бы хорошо зайти, но пока мы намеков на него не видим. Видим то, что Айджи Виталити решили избавиться от антимага для папарацци в самом начале. Это о многом говорит. Не знаешь, как бороться, лучше бань. Здесь много, кстати, интересных банов. Нага Сирена, то, что здесь появилось, тоже довольно интересный вариант. В последнее время ее берут редко, но когда берут, как правило, это тоже кор-позиция. И, видимо, здесь ожидали, боялись от нее чего-то в этом роде. Айджи Виталити пока все выглядит тоже довольно интересно. Это Магнус и Фантомка, очень популярное сочетание персонажей в последнее время. И киперудалайтости с ними, то есть это как рассчитывать на дополнительный контроль здесь вполне можно. Ну, а Найджис Профит, видимо, здесь будет на правах четвертой позиции. Хотя, зависит от Магнуса на самом-то деле. Рубик. Медовый Рубик, видимо. Хотя нет, киперудалайто и Рубик могут быть двумя саппортами. Магнус на харду и Найджис Профит на мид. Ну, или наоборот, Найджис Профит на харду, а Магнус на мид. Ну, скорее всего, так и будет. Хотя, медовый Рубик, это тоже очень жесткая тема. Но я думаю, что в этой ситуации все-таки предпочтут Магнусу подарить больше денег. Как-то вроде как вместе так себе смотрится, но по отдельности хорошо. Не знаю, в смешанных чувствах от этого пика как-то у Вич и Гейминга это все выглядит поцельнее. Ну, а здесь какой-то отдельный контроль, какие-то отдельные персонажи. Очень многое ложится именно на плечи. Да, Бейонт забирает себе. Найджис Профит это все-таки третья позиция. Многое зависит именно от Фантом Ассасин, что именно она вынесет, как быстро она это вынесет. Ну, в принципе, то же самое можно было сказать и про Фейсис Войда в прошлой игре. Но он не вынес ровным счетом ничего. А здесь Ория берет своего сигнатурного Эмбера. Папарацци тоже не менее сигнатурного Фейсис Войда. Хотя трудно назвать таких вот типичных коров, которые не были бы хороши в исполнении Папарацци. Ну и Вичи. Последнего своего персонажа должны забирать сейчас и врываться в бой. Пока задерживаемся этот вопрос. Это БСУ-2 серия, поэтому если Эйджи Виталити будут побеждать, это, в принципе, не будет иметь значения. На этом серия закончится и мы будем переходить к следующей. Но эта победа, по идее, им ничего не даст. Это будет еще одна ничья и они все равно будут попадать в красную зону, которая здесь обречена на вылет из групповой стадии. Это последние каточки уже перед плей-оффом. Мы видим то, что Парис и Джермен и ЛЖД в группе Б уже гарантированно отобрались. Вичи Геймин тоже уже гарантированно находится в плей-оффе, поэтому для них это все не так важно. И даже не только в плей-оффе, все-таки винаров этого плей-оффа. Ехоум, СиДиСи и Айджи Виталити пока это между собой разыгрывают. Ну так, кстати, у Айджи Виталити есть шанс на переигровку, если СиДиСи будут тоже проигрывать серию. Но если у них будет хотя бы ничья, это будет уже слишком опасно. Но они сегодня играют против Ехоума, это будет третья БСУ-2, и там шансов есть. Как-то побольше шансов, чем у Айджи Виталити против Вичи. Так, они тут все разбираются. Так что, в принципе, какой-то шанс еще есть, но, если честно, я бы на него сильно не рассчитывала. Шанс в том, что Ехоума выигрывает у СиДиСи 2-0, это не так очевидно, как, допустим, победа Вичи Геймин сейчас против Айджи, я думаю. Хотя, возможно, сейчас какие-то люди поставили уже на Айджи и не с того горят с моей этой фразы, но я думаю, что там, в принципе, за меня и коэффициенты говорят о результатах. Абсолютно беспроигрышно пока двигаются под ДПЛ лиги. А сейчас Вичи Геймин, так что, ну, я думаю, что они должны брать топ в ней. Парис Инджермен и ЛГД могут еще составить им какую-то там конфронтацию, но остальные команды просто пока находятся где-то в ауте. Про Ньюби уже давно ничего хорошего не слышно, и сейчас они на вылет претендентные одни из... Прошу прощения. И у них есть шанс сегодня вырваться. Кстати, очень большой шанс вырваться. Они играют против команды Тайчи, которую они вполне могут побеждать. И это победа. Если это будет победа 2-0, то они смогут вырваться в сетку лозеров в плей-офф. Если это будет 1-1 или 0-2, то для них это будет вылет. Билет в один конец. Пока расставляются варды, преимущественно команды Сил Света. Вичи Геймин пока этим вопросом заниматься начинает только сейчас. Фейд. Видимо, хочется либо похитрее вард поставить, либо просто на подходе постоять. Дейдрима должен был видеть. Дейдрим получает по главе. Кстати, больно получает от фейда. Один армор дает о себе знать. Абсолютно никакой сдачи не сдал Кипер оф Делайт. И отошел назад под тавр. Ну, ровненько все разобралось. Абсолютно. Магнус. Эмпауэр на себя и на своего брата. Так что здесь все-таки решили расставиться так, что Рубика поставили на мид. Ну да, в принципе, это было понятно, когда они еще разбредались. Но это хороший, кстати, выбор. Довольно хороший. Пока всех Рубиков на миде, которых мне приходилось видеть, они меня не оставляли в разочаровании. Так что я думаю, что здесь мы тоже от него какие-нибудь интересные вещи увидим. Но посмотрим, как это будет работать. Видимо, главная идея в том, чтобы Фурион, у которого самого по себе довольно много урона с руки, плюс он там будет собирать нул талисманы, чтобы он под Эмпауэром мог выдавать дэмэж. Но пока он разменивается не самым удачным образом. Очень сильно потерял ПХП. Папарацца пытается зонить. Ну, Папарацца пока, кстати, так вот не очень активно Крипа выдубивает. На миде тут пока что все спокойно. Милли Эмбер будет, я думаю, просто получать с руки. Как-то тут Рубик интересно встал на одном месте, он просто даже двигаться не пытался. Телекинез. Телекинез за огромный кулдаун, поэтому он сейчас, наверное, промечиво потратил так. Ну, разменивается ПХП. Неплохо получилось, в принципе. 62 дэмэжа на не самый лучший. Армора Тембер Спирита ложится. Ну, хотя 5 армора это лучше, чем те 2. Или сколько там, 1, который есть Рубика. 2 армора. Фантомка. Откидывается. Так, а здесь пыталась его принять, но слишком мало дэмэжа. Просто не хватает. Здесь без даггера трудновато. Папарацца. Под тауером вражеским находятся Крипы. Сейчас только теперь делается отвод. Так что должна немного стабилизироваться для него ситуация. Но он уже по Крипам чуть-чуть подостал. То есть, здесь все не так шикарно складывается. Действительно, против него Добла довольно противная. Просто именно за счет вот этого рейнджевого персонажа с Эмпауэром на себе. Ну, Катя терпит как-то. Переживает все это дело. Воист тоже 5 армора. Тоже там плюс-минус как-то держится. Регенерация наша лори. Кстати, очень вовремя для себя. Так что он сейчас регенится на полную. И готов врываться дальше. Мало мана осталось у Рубика. Очень много он потратил на Харас. И дальше он себе уже Мангус планирует прикупить. Закупил один. И будет дожидаться, когда... Ага. Тут еще и Курьера не поделили. Уже до половины он доехал до... Харлинии решили его переагрить на себя. Баттерфлай. Вопрос следующий. Зачем его вообще везли себя тогда Фреонт на эту линию? Мисплей небольшой. Ну, видимо, не дождался или просто не уведомил Рубик или еще что-то. Может, они вообще там без Тим Спика какого-то сидят. Так, ну здесь Папарацци чуть-чуть пробивают. Магнус. Папарацци получил дэмодж довольно советский. Сыридное количество. Но в целом здесь все плюс-минус одинаково держатся. Ой-ой-ой. Тут они с друг другом разобрались. На первого кровь достается все же Ори. И ему достается, в принципе, Экспа с этого убийства. Так что он на коне. И гораздо менее выгодно все получилось для Рубика. Но действительно, он тут потерял гораздо большую сумму от этой смерти, чем и сам Эмбер Спирит. Поэтому все получилось в его пользу. Небольшое сейчас преимущество по Экспе должно появиться. Совсем небольшое, как, в принципе, и было раньше. Довольно мало ты получаешь за убийство героев низких уровней. Хотя четвертый уровень это хотя бы уже какой-то уровень. В этот раз на них такое более-менее равномерное давление. Если в прошлый раз мы наблюдали, как раз за разом погибает Висп и Гирокоптер, то в этот раз держатся на харде хорошо. IG Виталити. Правда, Дейдрим сейчас остался без маны. Чакру на себя вешает. А здесь уже произошло еще одно убийство. Начис Профит тоже, видимо, будет погибать. Он горит, очень сильно горит. Но забирает его с собой Дивай. Это два фрага для Дивай. И опять Папарацци здесь остался просто неудел. Фицезон заработал немало. Он на тапках хватит теперь уже точно. Но он пока ничего не покупает. Бийон хотел, видимо, пойти на перерез и попытаться добить Дивая. Но на это, мне кажется, здесь слабо стоило бы рассчитывать. Там под Тавером Армора добавлялся бы еще. И поэтому без Эмпауэра здесь могло все закончиться плохо. Войт покупает себе второй. В Рейсбэнд. И третий на подходе. Типичная на данный момент сборка. Мы увидим то, что Дарк Сири пока чувствует себя лучше всего на линии. Ну, действительно, когда ты, во-первых, имеешь возможность почти беспрепятственно отводить на себя крипов. Когда ты можешь, в принципе, в стороне стоять и смотреть, как фармит за тебя твой щит. Это всегда позитивно сказывается на Недворсе. Но пока немного подстал позиции Папарасци. Ой, я закатываюсь. Сейчас очень нагло. Сейчас, возможно, получится что-то сделать с Рубиком. Но так все получилось. Он не попал по нему, в принципе, камнем. Поэтому замедлил его не так сильно, как катилось бы. Камнем с Ролленболдера, когда в него катился. Тапок себе уже земель окупила. Поэтому он может себе более успешной Рома позволить. Папарасци пока там как-то аккуратненько пытается получать как можно меньше дэмэжа. Дарксир пятый уровень. Даст сейчас, ну, держится по фарму хорошо. И четвертый уровень тоже. Там крадет уже привязку, я вижу. Рубик. Появляется у него спелл стил. Это первое его заклинание. У Ора тем временем. Зато руны иллюзий, которые он сейчас использует. Видимо, решил запушить немного, попытаться пройтись дальше. Рубика забрать будет здесь не так много шансов на данный момент. А тут уже забирают. Как-то он только Даст похвалили, он сразу же погибает на этой линии. Ну, как-то совсем неудачно получилось. А получится ли что-то сделать с Нечу с Профитом? Он без половины хп, его неплохо подожгли. Айс пас есть, он держится. Пока что еще есть баш от папарацци выпавший. Таймволк пытался пройтись, но слишком быстро отходит отсюда уже. Нечу с Профит. Есть пруты, Дивай немного зажимают. Еще неплохо его пробивают ренты. Слишком много урона, наверное, стоит быть аккуратнее. Еще подходит сюда Даст и должен пробивать Дивай, а это минус. Ну что ж, для Даста деньги заработанные. Видимо, они будут либо пытаться меняться линиями, либо они будут... Она просто сюда зашла, почуяв вкус крови. Но, тем не менее, фраг она заработала. Фраг, который подарил ей реабилитацию по золоту после своей смерти. Но она все равно чувствует себя, видимо, ощутимо комфортнее, чем противник. А здесь пока забирает Киперфдулайта, который остался один. Но его видели до этого на скане, так что шансов, что его пощадили бы, очень малое количество. Ремнанты были все у Эмберспирита, фрагас был весь. Ну, просто не на что рассчитывать. А Рубик пока пользуется минуткой затишья. Попармил Крипов, оттолкнул их от себя. И пойдет, возможно, в лес что-то дофармит. Прячется котел, видимо, пытается фармить в стороне. Стоя. Ну и да, Чакра Мэджик. Отпушил линию Крипов. А здесь стоят пока втроем. Вместе с Дастом. Видимо, решили, что себе не людям лучше фарм не давать. Ну, или просто не хочется прямо перетягиваться на нижнюю линию, или просто хотят запушить эту вышку побыстрее и отойти. На девятой минуте сейчас такого преимущества нету, как это было в прошлый раз. А здесь опять погибает Кипер от Долайт. В покое его, видимо, не оставить. На самом деле, есть смысл попробовать. Либо перетянуться на топ к своим союзникам и здесь уже пытаться массовый файт. Какой-то придумывать. Либо все-таки попросить стянуть с кого-то из команды IG, потому что вот этот вот фит, он явно не на пользу идет. Тем более, что фидит очень хороших персонажей. Даст. Отвозит подальше сейчас уже Магнуса. Папарацци. Заведление есть. Минус половина хп. Бион. Миним. Очень мало хп. Откидывается уже к вейвам. Немного подтягивает на себя Дивая. И еще и Крит хорошо залетает с Дагера. Но добить его сейчас будет не так-то просто. Он прячется в лесах, начинает массить. Это может быть уже себе дороже. Хотя подходит Рубик, нажимает свою заветную кнопку и его забирает. Папарацци. Купол Патроны поставил. Абсолютно никакого демжа не может нанести. Это, возможно, было исключительно для того, чтобы спасти как-то Джакира. Но Джакира оказался не так-то просто. Просто забирает Бутлфрай и еще с собой нанести папарацци. Очень хороший фраг получается. Фейд. Прокатился. Его было видно, но под Т2 вышку вынести уже никто бы не пошел. Земелье. Нечис Профит. Да, теперь они себе сильно ценно подняли таким выходом. Очень неплохо получилось от Рубика. Ну, а действительно, с учетом замакшенного фейдболта и уже второго уровня его пассивки, это выглядело очень существенно. Ну, и там у него также где-то Флейм Гуард уже успел использоваться. Хотя, скорее всего, он его только сейчас украл. Ну, закономерно то, что все-таки котел отошел от своей линии. Так. Оттолкнул назад. Забирает прямо из-под носа папарацци руну. Но папарацци останется не обиженным. Вторую уровеньку заберет. Здесь также за нее была борьба. Бионт погибает от Рукьянга. Ну, пока, конечно, хардлейнер команды Вичи все держит на своей... На своих плечах, лучше так тоже скажу. И на восьмой уровень, Доминатор, уже начало механизма есть. Так что на него положиться стоит. Но я думаю, что не на него единого, конечно, вот здесь один мало что будет способен сделать. Но, видимо, придется здесь время какое-то потратить для ФСС Войда, чтобы он смог реабилитироваться. Сам Бионт на нее будет выкатываться. А смогут ли закрыть как-то? Есть магнита, сален, замедление. А подтягивать, чтобы стандарт нет? Нет, в принципе, и так справляется. И Фейд забирает этот фраг, а опять папарацци достается только... Только ассист. Как-то ему везет на ассиста. В прошлый раз у него тоже с фрагами очень долго не задавалось. Так, здесь пока отходит. Магнус. РП. Ну, это был хороший способ спасти себе жизнь, правда, он не помог. Ну, попытка была. Да, здесь пока разобрались еще с Янгом. Кстати, за него денег очень немало получил Рубик. Занаглел, видимо, он тут где-то. Хотя, не понимаю, как он там оказался, но он погибает. Да, и он серию с четырех убийств потерял, поэтому так много денег за него получилось. 500 золота для команды Виталити, и это все по-прежнему какое-то безумие со стороны Витчи. Как-то они менее собрано в этой игре себя ведут. Но, на самом деле, действительно, они просто уже не имеют никакого, наверное, желания побеждать в этой игре, потому что они гарантировали себе слот в плей-офф, и что творится в этой игре, в принципе, однозначно все равно должно быть. Ну, а для команды Виталийс это важно. Им нельзя проигрывать серию, им нужно хотя бы ничья, чтобы надеяться на то, что они смогут выбраться. Так, здесь пока задувает как можно Дейдрим. Ну, потихонечку может Джакира подпушить линию за счет Виквидфайра. Да, но тут еще и Глиф решили прожать в этот момент. Еще одна Т1 игрушка стоит, а причем она почти упала, поэтому, в принципе, такое расточительство понятно. Магнус. Ту закрывает. Пытается разобраться с котлом, но, видимо, котел все-таки будет погибать. Как-то тут не совпал немного удар, звук удара с версией и прочего с тем, что Папарасел здесь анимации делал, но все-таки забирает этот фраг. Это первый фраг для него на этой карте. Ну, и, наконец-то, деньги какие-то, вкус денег начинает чувствовать. Но тут все примерно так же складывается, как и у противников было с войдом в прошлой игре. То есть, примерно так же на 13-й минуте он начинал собрать себе БФ, и примерно так же он себе его только минутик 18-й собрал. И здесь, скорее всего, будет абсолютно так же. Но единственный плюс для них в этой ситуации, то, что оверфарм кэрри со стороны противника не наблюдается. Ну, и вантомка тоже. Еще далека от Battle Fury. Уори. Даст. Сейчас, видимо, даст будет плохо, и даже притяжка уже потеряла смысл, поэтому ТП отменяется. Но здесь очень наглый выход какой-то от Дивай. Он мог сильно пострадать от Рубика. Рубик дальше будет делать и Юл Септер. Блинк уже есть, так что, набрав у него все по максимуму. Но фантомку убили, это очень хорошо должно было ударить по ней. Так, опять Дивай попался. Есть Ай Спас. Пока немного подержался бутерфлай-эффект на одном месте, но это его не спасло. Слишком сильное замедление было от Долбра, из-за которого Рубик украл. Найдши с Профит. Янг. Магнус. На Янга нападение. Есть стяжка, есть стенка. Под эту стенку пытается отойти, не получается ничего сделать. Хотя поставили купол, теперь пытается пробивать. Очень хорошо это получается по Магнусу, это минус Магнус. Янг, правда, сейчас оказывается не очень хорошая ситуация, его держит в стороне. Есть Сурж, пока что убегает отсюда, у него получается убежать. Хотя тут Виловисп ставится, но он все равно смог выбраться. Опять Виловисп действует. Купол ответный от Баттерфлай-эффекта. И в этом куполе оказался один только свыловый персонаж из команды Вичи. Поэтому не самая удачная реализация в Арации. Очень мало хп у него остается. Надо бы ума отсюда отойти. Он очень быстро отходит отсюда. Погибает Кипер-вду-лайт, погибает Виссисим еще и Бьонт. И, видимо, Баттерфлай-эффекта здесь тоже достанется. Это минус 5 в исполнении команды Вичи Гейминг. Отличный файт. Ну, тут еще и Меха оказалась рядом, поэтому подхилились все. Ну и плюс кто-то здесь с Урной бегает. Кто? Кто-то из саппортов, вероятно. Земель, скорее всего, да. Это земель. Ну что ж, очень хороший получился в этот раз файт. Но здесь, конечно, закономерность случайностей и не очень удачная РП, которая после этого попала в купол. И то, что здесь по одному прилетали Виталити, то есть здесь закономерность целая сыграла Диуай. Так, а здесь выход. Магнус. Ну и Магнус, видимо, должен второй раз подряд принимать. Чуть-чуть у него хп остается. Стики прижимает, пока что живет и отходит отсюда. Камень полетел, а камень его добивает. Вот это... Ужас. Я поражен вашей неудачей. Бывает такое, как... Убегаешь, убегаешь, мансиш, мансиш, и попадаешь прямо на стрелу. Вот это примерно так же. 4000 преимущества, как с куста, появляются для команды Вичи. И сейчас самое главное, что они могут немного подавить по пушу. Но не стремятся это делать. Видимо, все же хотят больше спейса дать именно Фестлесс Войду. в первую очередь. У него есть Домонейдж, но ему еще собирать примерно столько же денег, сколько есть сейчас. На Аперсированность пока не хватает. Ори. На, покорай чуть-чуть Тауэр. В принципе, остальные можно просто вставить в стороне. Тут, тем более, две телеги, одна из которых заагранная. Да и Дрим врывается на него, очень быстро рассыпается, и Ори просто от Доминейзин Стрик себе набивает. Задунайл Тауэр. Вот это было сейчас нагло. Неужели идут сразу же Т3 толкать? Но, видимо, хотят просто повесить щит на какого-нибудь Крепа отойти. Ну, я думаю, что так и сделают. Здесь два персонажа, они на себя стянули, выиграли время. Здесь уже просканили и понимают, что из Айджи Виталити кто-то есть, поэтому аккуратненько там дождался, пока они отойдут в Фестлесс Войду, и пошел прогуляться, посмотреть, что случилось. Ну, уже, да, его Крепов отсюда забрали, так что он переходит на линию. Ну, да, так же, как и в прошлый раз, на 18-й минуте будет появляться на Баттлфьюри. И Баттлфьюри точно так же в этот же момент появляется и у Фантомки. Баттерфлай врывается на него, полетел сюда еще земелье. Это Магнитайз, очень много урона. Баттерфлай должен был погибать, но он просто отходит отсюда на реминанте украденном. Ори с дабл-дэмэджем отходит назад, есть РП, увозит обратно Янга. Интересно то, что именно Янга решили выцепить, а просто Сушу прожимает и отходит назад, по идее, хотя есть Яшка, еще одна. И очень хорошая стенка, которая носит дэмэдж под отцу, у нас погибает, вместе с ним еще и Магнус. Это, это фейл. Вроде как, неплохо зацепили, но почему именно персонажа, который может быстрее всех убежать? Фейд пока мансит, разваливает все деревья, есть рулем болдер, но камень не поставил, поэтому далеко не улетел. Да, Фейд пока что еще живет, очень мало ХП у него остается, подстан попадается в Паварасе после Сликинеза, и это минус все равно. Но, как неудачно, получилось небольшой мисплей, а тут купол поставили, чтобы Бионда догнать, и, да, скорее всего, Соленова будет Паварасе с ним разбираться. Это даблкил для него. После этого он решил себе Саутшилд поставить. Хороший купол, опять минус 3 сделали, в общей сложности, но это скорее здесь сумма ошибок, которые совершили Виталиси, который сейчас сыграл ему вот так вот не на руку. Но это 7 тысяч преимущества, эти ошибки позволяют Вич и Геймин очень быстро собирать себе нужные предметы, и Фессисвойд дальше будет собирать себе Манта Стайл. Мори пока в одиночку. Ммм, Т2. Вот, Т1 вышку забрал, Т2 будут забирать уже вместе. Даст. Ну, даст как-то нагло, на самом деле, все это делает, он мог бы и получить за это наглость. Но я думаю, что единственное, что он здесь боится, по-настоящему, это купол, а купола уже нету, и они об этом знают. Сама фандомка делает дезолятор, более боевой предмет. Хотя жить ей здесь тоже хотелось бы, наверное. Возможно, она прервется на БКБшку, возможно, БКБшка будет сразу после дезолятора. Но Дезоля в руки прямо так не прыгает. Очень медленно деньги капают дальше. Зато 15 уровень уже заработал, все это слоют, и у него ну, Яша, Саша Яша будет, все. Теперь он решил сделать так. А тут пока стяжка есть, Нечас Профит будет его догонять, есть Сурш Паури, также Стан сверху, ну и должен погибать здесь Бионт. Самори самое главное, чтобы спасся, потому что его замедлили, есть криты, пошли избиение, теперь же отходит на еще одном реминанте назад, и решил забить на баунтируму, которая появилась, и просто отойти назад, это спасти свою жизнь. Рубик. Опять стяжку, он просто подвешивает эту стяжку, и все, и больше ничего не делал. Да и Дрим очень хорошо привязали, он тут еще и стремительный ХП терял, но успел отойти. Да, тут, в принципе, решили просто не давить. Опасно это было дело под этой вышкой, оттуда могло все что угодно полететь. Фейт толкает другую линию, ты два вышек, осталась ровным счетом одна, так, а тут Бионд, решил в соло его забирать, и, кстати, может получиться, толкнуть бы как-нибудь, да, он его сбивает, как раз и это минус. Да, земель, переработанный с измененными местами, с замедлением и станом от Роллинболдера и камня, он требует немного более тонкого обращения. Все-таки раньше ты врывался всегда с Роллинболдера, и сразу же кидал камень, и, по сути, стан наносил, а теперь у тебя вынужденное ожидание отката этого Роллинболдера, из-за того, что ты влетаешь с него, ты не можешь просто с него не влететь, и после этого уже закинуть камня можешь только замедлением, то есть, если это какая-то убегающая цель, то тебе приходится выжидать, и, возможно, ты будешь не успевать сбить телепорт. В этот раз, в принципе, было близко, но тут спасло только то, что Бионд очень долго тупил, прежде чем телепорт нажать. Ну, возможно, рассчитывал либо подраться, либо на то, что дэмэджа не хватит, но как-то запоздало все это случилось. Отличный набор у Аегиса, у Эммер Спирита Аегис и Рейденс. Посмотрим, что он с Рейденсом сделает. Ну, по идее, сейчас уже многого не нужно для того, чтобы забраться на хайграунд. 12 тысяч преимущества есть. Купол есть. Магнитайза, наверное, стоит дождаться, но магнитайза, эта штука очень быстро откатывающаяся, поэтому это очень даже реально. Отпушивают все три линии. И здесь, кстати, очень хитро спрятался Магнус. На изготове стоит уже. Десятый уровень. Саша, я же прилетела Фесса Свойда, дальше у него будет уже МКБшка. Он до сих пор здесь стоит. Интересно, чего он ждал. Ну, видимо, у моря погоды ее дождался, судя по тому, что он решил вернуться на базу. Откладывать нападение смысла нет. Очень далеко, правда, находится Джакера. Он мог бы сильно помочь в куполе, но какие-то у него здесь другие цели преследуются. Он взял себе Шедоу Муллет. Ну да, просто не то чтобы теряется время, но чего-то ожидает. Что-то офармливает. Папарацци берет себе книжку. Хочет третий, видимо, уровень купола, прежде чем заходить. Хотя у него без книжки он уже скоро должен был появляться. Но я думаю, что эта книжка не для него, а для кого-то другого. Будет. Хотя пока летит просто мимо. Ну, может, все и заберет. Если заберет, то у него и 20 уровень будет появляться к нападению. Так вот, пока выезжали на Даста. Какой-то фейт на самом деле наглый. Если честно, он, мне кажется, не с той целью закусился, с которой мог бы. Так, есть Сталинс, Стан. Сверху подходит Ори. Ну, и Ори привязывает. В принципе, он уже не оставит шанса ездить выброса, поэтому это минус. Решили идти втроем. Четвером даже. Рядом оказывается Янг. Заходят. Да и Дрим очень быстро погибает. Видимо, здесь еще не поздоровится. И Магнус, это просто минус 4. Да, побараться там в одиночку, пока разобрался с Биондом. Несчастным. Ну да, он там не то, чтобы толкал линию, не знаю, чем он там занимался. Фармил, по-моему, просто лес. Дювая подхиливает. Ну, и должна падать эта сторона. Как-то резается относительно долго здесь ребята из Виталисе. За это время действительно просто успевают сторону снести и могут перейти на вторую, потому что Аегис по-прежнему сохраняется. Купол уже потрачен, но, в принципе, помимо этого, весь прокаст и есть. Можно через стенку, вакуум сыграть, через привязку, через что угодно. Так, но ждут крипов. Крипов немного отошли назад. Танковать не очень хотелось бы. Все это дело закатывается как-то далековато. Фейт, Станг есть, а ватерфлай-эффекту Станг еще сопровождается Сталинсом. Мори летает на Мьян-мина. Магнус. Ватерфлай-эффект погибает. Фейт. Фейт сам очень много хп потерял, но при этом он забирает за бой Даста. Очень много урона получилось. Еще и Дэйд Рима замедлили. Это должен быть минус еще и Дэйд Рима. И ГГ пишет он. И это 2-0 для команды Витчи Гейминг и потеря шанса для Витальти выйти в плей-офф. Витчи Гейминг выходит с первого места в сетку винаров сразу же и будет играть уже через... Ух... По-моему, это все будет уже ближе к Новому году. Там буквально в 25-х числах декабря что-то в этом розе. То есть плей-офф будет длиться аж до 30-го числа. Так что там мы, наверное, и встретимся где-то примерно в этих датах с командой Витчи Гейминг. Ну а Айджи Виталис отправляется уже дальше рефлексировать по поводу своего поражения, потому что они 2 катки проиграли по 20 с небольшим минут. Это просто нечто. Витчи, конечно, красавцы, но настолько сдавать им нельзя. И это была вторая карта 2-0. Бестов-2 серия в любом случае она бы заканчивалась на этой катке. И следующая Бестов-2 уже не за горами. Там будут для нас играть Астр и Айджи. Уже не Виталиси, а обычный Инвиктус Гейминг. И там встретимся, я думаю, что совсем скоро.